7 класс, 17 серия. Умножение многочлена на многочлен. Чтобы умножить многочлен на многочлен, надо умножить каждый член одного многочлена на каждый член другого многочлена. И полученные произведения сложить. Давайте выполним умножение. Сначала первое слагаемое, первый член первого одночлена, умножается на каждое слагаемое. Получится 2а², а затем минус 2а. Теперь берется второе слагаемое, второй член первого одночлена, и умножается на каждое слагаемое второго. Это будет плюс 3а и минус 3. После того, как выполнено умножение, надо привести подобные слагаемые. 2а², затем минус 2а плюс 3а. Вот эти слагаемые подобные. Значит, минус 2 плюс 3 – это будет плюс 1. Значит, плюс а. И еще есть слагаемое минус 3. Минус 3. Вот запись ответа. Давайте рассмотрим еще примеры на умножение. Итак, сначала надо 5а умножить сначала на 2а, это будет 10а², а затем на минус 7, это будет минус 35а. Так, теперь минус 4. Надо умножить на каждое слагаемое. Будет минус 8а, а затем минус 4 умножить на минус 7. Это будет плюс 28. Затем приводятся подобные слагаемые. Вот эти слагаемые подобные. Они имеют одинаковую буквенную часть. Надо выполнить действия с коэффициентами. Минус 35 до минус 8 – это будет минус 43а. Вот это ответ. Результат действия умножения. Так, и еще один пример. Давайте рассмотрим. Так, сначала число 4 надо умножить на каждое слагаемое. Получается 4а, затем минус 8b, затем плюс 20. Так, затем минус 3а умножаем сначала на первое. Это будет минус 3а², затем на второе. Это будет плюс 6аb и минус 15а. Затем надо привести подобные слагаемые и записать ответ. Вот в таком виде, в стандартном виде. Так, первая задача. Упростите выражение. То есть надо выполнить умножение многочлена на многочлен. Раскрыть скобки, а затем привести подобные слагаемые. Так, выполняем умножение. х умножить на 1 – это будет х, затем будет минус х². х умножается на минус х. Теперь умножаем тройку на каждое слагаемое. Это будет плюс 3 минус 3х. минус 3х. Так, теперь надо умножить х, одночлен, на многочлен. Значит, умножаем сначала на первое слагаемое. Это будет х², а затем на второе. Это будет минус 4х. Так, теперь надо будет вычесть. Обратите внимание, стоит минус. Вот это произведение, произведение двух многочленов. Итак, очень внимательно со знаками. Значит, будет минус х². Я сразу выполняю умножение и не забываю о том, что минус перед скобками. Затем пойдет минус 2х, затем плюс 3х, плюс 3х, и затем плюс 6. Так, теперь надо привести подобные слагаемые. Давайте подчеркнем слагаемые, которые имеют буквенную часть х². Так, вот это слагаемые. Причем взаимно уничтожаются. Их сумма равна нулю. Значит, остается минус х². Минус х². Так, теперь давайте подчеркнем другим цветом. Слагаемые, которые имеют буквенную часть х. Так, значит, плюс 1, минус 3. Это уже будет минус 2. Затем минус 4. Это будет минус 6. И еще плюс 1. Значит, получается минус 5х. Минус 5х. Так, кроме того, есть еще числа 3 и 6. Складываем эти числа. Получается плюс 9. Вот это ответ в виде многочлена стандартного вида. Вторая задача. Длина прямоугольника на 4 см больше ширины. Если длину прямоугольника увеличить на 4, а ширину на 2, то площадь увеличится на 46 см2. Найдите ширину. Давайте ширину обозначим за х. длина на 4 больше х плюс 4 в сантиметрах. Так, если длину увеличить на 4, значит, она была х плюс 4, а будет на 4 больше, значит, будет х плюс 8. А ширину увеличить на 2, то площадь увеличится на 46. Площадь первого прямоугольника – это надо длину умножить на ширину. Вот чему равна площадь. Площадь второго прямоугольника тоже надо умножить длину на ширину. разность площадей – 46. Из большей площади надо вычесть меньшую, и получается 46. Раскрывая скобки, решая уравнение, находим значение х. х равен 5. За х мы обозначили ширину первого прямоугольника. Значит, ответ – ширина 5 см. Задача третья. Верно ли утверждение произведения любых четырех последовательных натуральных чисел делится на 24? Давайте меньшее число обозначим за n. Значит, поскольку числа натуральные и последовательные, каждая следующая на один больше. Вот записано произведение четырех последовательных натуральных чисел. Среди этих четырех чисел, поскольку это числа последовательные, обязательно будет число, которое делится на 2. Обязательно будет число, делящееся на 3, потому что каждое третье число делится на 3. И будет число, делящееся на 4. Обязательно. Среди этих четырех чисел. Так, произведение этих чисел 24. Значит, произведение четырех последовательных натуральных чисел будет делиться на 24. Значит. Продолжение следует...